Ола, амигос! А что такое хорошее шахматное... А, не-не-не, это я загонул. Партийка вуно. Ну, как бы покер-фейс, блеф, стратежность. И вот он твой ход, но прилетает смена цвета плюс четыре, и начинается истерика. Именно так можно охарактеризовать открытое письмо 94-х французских сенаторов, что они каллиграфически Макрону накатали. Вот аккурат после визита достопочтенной Виктории Нуланд в Нью-Йор. Где, по словам официальных вашингтонгских, прошли очень откровенные и плодотворные разговоры. Ведь Козырь Закьянский не смог пообщаться ни с отстраненным президентом, ни с лидером переворота. Но это не важно, ведь ей удалось пересереть с представителями военных и постирочным цехом. А это куда важнее. Правда, по непонятным причинам печенюшки в охренянском целлофановом пакетике в стране, пребывающей в крайне тяжелом финансовом положении, не сработали, что объективно сломало шаблоны и ввело переговорщиков в ступор. Ведь, ну, тем-то рабочая, обкатанная, чудеса. И даже угрозы лишить ниггер помощи в миллионы долларов тоже не подействовали. Также поднимались там вопросы творческие, оперно-музыкально-культурные. Мол, не нужны их тут, а то, ну, к чему вам это? Вы что, хотите, как в Мали? Не, хреновый пример. Просто не нужно вам это. Кроме того, у нас тут свой контингент есть. Если что, всегда поможет под Сабит. А это на минуточку около тысячи профессиональных военнослужащих, которые до сего момента помогали свергнутому президенту бороться с повстанцами и выполняли другие задачи. Ну, видимо, просто выполняли другие задачи. Иначе звучит как-то оно не камильфо. Но это такая подводка была для лучшего понимания. А чё французские сенаторы психанули и к письменности обратились? И письмо начиналось со слов «А нас-то за...» А что же будет с нашей прекрасной Францией в Африке? Уже десятки лет мы задавали вопросы нашим славным лидерам о месте нашей Родины на землях южных богатых. А нас всё завтраками кормили. Мол, обратитесь к истории, ностальгните по временам былым. Всё будет как прежде. Не переживайте. Но всё это была ложь. Не будет как было. Последние годы слово «Африка» стало для нас синонимом провалов и неудач. Сегодня нигер. Вчера Мали, Царь, Буркинофасо. Начиная с 14-го года там люди непонятные появляются и, наплевав на права человека или демократии, объединяют население стран против прежней колониальной законной власти. Божечки-то мой, за что нам напасти такие? Африка всё больше становится военной расафрикой и экономически развитой китафрикой, да там даже америфрика дипломатическая нарисовалась. Сказать, что на нас с прибором кладут все те, кто когда-то под нами, а с нами был, вообще ничего не сказать. Они смотрят на лжи, что был ресурсной колонией, а теперь своей в плане нашей нефтью барыжат. Туда же и Марокко. Да что же это за дичь такая? Господин президент республики, солнце наше, ну скажи же ты, что всё будет хорошо, всё будет по-прежнему, ну и дальше там неразборчиво. Ну, видимо, по классике. Всё смешалось в письме парламентария, в сопли слёзы. И да, друзья, я знаю, что вы верите в мои способности текст донести, но в данном случае это фактически дословный перевод статьи. А наш тем The Wall Street Journal поражается технологическим успехом Испании, что смогла перехитрить и климатические изменения, и катаклизмы природные, придумав инновационные методы борьбы с засухой. Ведь, как выяснилось, если добавить питьевую воду, морскую, то всякости вот полезные и минеральные окажут лишь позитивное влияние на человека. Да, 5% погоды не сделают, зато плюсов хоть отбавляй. Правда, для её очистки и опреснения нужен газ. Много газа, а с этим есть некоторые вопросы. Но, есть и решение, например, влить ещё 5% источных вод, но жижица коричневая, вот из туалетов, душевых и других городских отстойников. Её, правда, очищать надо, но зато не опреснять. Ладно, тут вот, кстати, чё ни скажи, всё равно позитивом не пахнет. Точнее, пахнет, но не позитивом. В общем, всё ништяк, да и что это, как не вода будущего. Вот. Кстати, использование источных вод для употребления даже в очищенном виде запрещено Европейским Союзом. Но, как известно, нет такого закона, который государство обойти бы не смогло. А посему всё это дело сначала сбрасывают в реку, а уже потом снова закачивают в систему, но ниш по течению. Так что знайте теперь, что такое круговорот воды в природе или не воды. И это совсем не то, что вам в школе рассказывали. Но именно такие лайфхаки помогут человечеству будущего пережить засуху. Сначала 10%, потом не 10%, а под конец чистоган зайдёт. Но проблема засухи парит ещё и фермеров. Но этим на помощь пришли испанские учёные из Института исследований и технологий агропродовольствия, чья цель – производить больше еды с меньшим количеством еды – воды. Посему сейчас в почёте страховки от неурожая и засух. Ну, по классике, тушить баблом всё то, что даже не тушится, ибо бумагу жрать пока не научились. Также рекомендуют там высаживать правильные культуры, которым вода и не нужна. Ну и ноу-хау – сбор несозревшего урожая, который также можно будет выкинуть и получить страховку. А, ну да, последний аргумент – это обратиться к прорицателям воды, а также ясновидящим и астрологам. И нет, это не прикол, это всё в статье. А ведь помню, времена над британскими учёными угорали. Не, ну а чё? Новые времена – новые кумиры. Отличного дня. Пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова